Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя, вы на канале Счастье у нас самих. Ну и сегодня, что же нам посоветует Таро Банго на среду? Какие энергии, какие настроения, ну и что же делать, чего же не делать? Среда, день планов. Это середина недели, такое ощущение, что к середине недели придут какие-то задачи. Придет что-то, что надо будет планировать. И планировать довольно-таки серьезно. Такое чувство, что для некоторых из вас среда будет днем для каких-то серьезных планов. Ну, опять же, серьезные планы могут быть связаны как с работой, карьерой, бизнесом. Серьезные планы могут быть связаны. Тут вижу, у некоторых из вас будут определенные задачи, связанные со здоровьем. Значит, надо будет планировать, как выздороветь. Больше вижу простудные заболевания, повышение температуры, повышение давления. Но это я хочу сказать больше, я вижу, от того, что предшествовало этому что-то стрессовое. Как вы знаете, стресс делает наш организм слабее. Поэтому, особенно когда идут какие-то ситуации, которые вызывают негативные эмоции, которые держат нас под стрессом, обязательно следить за своей иммунной системой. Как это делать, я рассказывала очень часто. Ну и, конечно, Google, Яндекс вам в помощь. Напишите, если кто-то еще не знает, то просто введите в поисковик, как усилить иммунную систему, и вам выдаст перечень витаминов, фруктов, овощей, которые могут вам в этом помочь. И хочу сказать, у меня такое ощущение, что в четверг вам... Опять четверг. Почему у меня идет четверг в голове? Это среда. В среду вам это понадобится. Ну и хочу вам сказать, что те задачи, которые встанут перед вами в четверг, все равно старайтесь относиться к этому легче, потому что чувствую, что для некоторых из вас будут какие-то... какое-то удрученное немножко состояние. Это значит, что не будете знать, как подойти к той или иной задаче. Вы знаете, что я отказываюсь использовать слово «проблема». «Единственное, что вижу, что в среду для некоторых из вас станут какие-то не совсем легкие задачи». Но при всем при том, вы знаете, мое отношение, выход есть всегда, как минимум два. Убираем эмоции, просто убираем эмоции. И вы знаете, эмоции можно убрать при помощи практик на моем канале. Также можно просто сесть, написать вот задачу, решение, которой вы не можете найти, а под этим писать все, что приходит в голову. Это называется мозговой штурм. И при помощи... у меня, кстати, на канале есть эта практика, и как ее правильно проводить. Поэтому заходите. Это, по-моему, «Измени свою жизнь к лучшему сейчас». Там вы найдете эту практику и вперед, и только вперед. Вот таким образом, во-первых, вы уберете важность. Вот из вашей души, из вашей головы уйдет важность вот этой вот нерешаемой на сегодняшний день задачи. И вы сможете найти нужное вам решение. Ну и принимайте. Вот найдете и увидите, как вы обрадуетесь. Я все-таки хочу, чтобы вы в среду старались вызывать в себе легкость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!